В эфире Радио Свобода, программа с христианской точки зрения, у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен дауншифтингу. Слово, кажется, уже достаточно вошло в русский язык, чтобы не нуждалось в пояснениях. В христианстве и вообще в религии, но для России, конечно, прежде всего, христианская традиция, дауншифтинг есть, наверное, с момента, когда Господь Иисус Христос оставляет Назарет и уходит в пустыню, уходит проповедовать, и с тех пор всюду фигурирует как нищий палестинский проповедник, хотя он, видимо, как минимум нищим не был. Но ощущение было именно такое. А затем монашество, отшельничество. В наше время очень часто слышишь православный продал все, уехал куда-то туда, в тайгу. Если старобрядец, это вообще как бы просто непременно. У нас сегодня в студии историк-религиовед Сергей Владимирович Ходнев и лютеранский епископ Игорь Князев. Но начнем мы с небольшого интервью с Алексеем Владимировичем Муравьевым, историком, историком древней Сирии, древнего христианского Востока, кстати, и старобряцем, и в то же время журналистом и редактором одной из ведущих новостных лент в интернете. Отшельничество Отшельничество – это отдельный такой, так сказать, социальный институт. Можно назвать микроинститутом, но, тем не менее, это не меняет сути вопроса. Отшельник – это человек, который не связывает свою жизнь с общественной какой-то активностью. Вот, собственно говоря, и все. И отшельники существовали практически всегда и, наверное, будут существовать всегда, пока существует общественное устройство. Именно с отшельничеством в средневековом мире на Востоке, прежде всего, связывалось представление о здравом и правильной идее и общественном устройстве, и отношении, и всего остального. Поэтому, мне кажется, что здесь вопрос такой оптики. Если мы смотрим на отшельничество как на феномен такой, как бы, чистое скопистки, бегство, то мы выключаем из рассмотрения другую сторону. А именно то, что отшельник – это социальная функция, которая была, есть и будет. Смысл которой – формулировать точку зрения и взгляда человека, находящегося на расстоянии от общественной жизни, от кутерьмы, которая мешает здравомыслию. Я бы даже так сказал. С исторической точки зрения это выглядит так. Отшельничество в Восточно-Римской империи первоначально – это был уход несостоятельных должников из общества. И просто в какой-то момент, в 3-4 веках, в Египте это вылилось в отшельничество движение. Собственно, с этого началось монашество. Монашество, как таковое, это вообще попытка запихнуть отшельничество в формы регулярные и общежительные. Именно к отшельникам, к столбникам, к разного рода аскетам императоры византийские посылали за советом. И монашество в Древней Руси исполняло отчасти такую же функцию. Он получил религиозный смысл, потому что к этому прибавилось аскетическое упражнение, борьба с демонами, еще что-то такое. Если смотреть на дело со стороны социолога, то отшельничество вообще не связано с религией. Это не религиозный феномен, это социальный феномен. Он получает религиозную окраску в христианстве, в исламе. В исламе очень активно развито суфийское отшельничество. Идея о том, что отшельник лучше себя посвящает Богу, эта идея, вообще говоря, с точки зрения социального дизайна, вторичная. Говорил Алексей Муравьев. Для слушателей небольшое примечание. Слово «эскапизм» в русском языке уже лет, наверное, полтораста. Пришло из французского, «эскапе», «избегание», «уход». Но всем хорошо знакомо по компьютерной клавиатуре, где есть клавиши «эскейп», означающие ровно то же самое. Game over. Человек спасается от игры, но, на ваш взгляд, господа участники, что это действительно не совсем религиозно? Понимаете, но я бы сказал, что действительно, как сказал наш коллега в этой видеозаписи, это действительно феномен, который трудно увязать напрямую с тем или иным религиозным мировоззрением, если мы говорим об отшельничестве как о социальной функции. Я бы даже сказал, что необязательно это возводить в таком случае исключительно к христианскому отшельничеству, потому что феномен человека, который уединяется, отсоединяется и отдаляется от всякой кутерьмы ради того, чтобы сформировать и, возможно, сформулировать свою точку зрения, он гораздо старше. Я думаю, что, собственно говоря, с того самого момента, когда появляются города, когда люди понимают, что, в общем-то говоря, удобнее и безопаснее жить вот так вот, оградившись стенами сообща, ну, правда, это и накладывает на тебя, как участника социума, некоторые ограничения. Ровно тогда же. И появляются хотя бы на уровне литературных, квази-литературных высказываний и представлений о том, что это, конечно, суета, а вот все-таки хорошо быть человеку одному. И точно так же, как про отцы книги бытия. Насчет того, что нехорошо быть человеку одному, это разве не Господь, сказал при творении Адама, посмотрев, подумав и добавил Еву. Точно подмечено, но понимаете, подразумевается, что Господь, сотворяя человека и сотворяя жену, творит помощника, а жена, оказывается, вовсе не хочет быть помощником. Да, и весь вопрос в том, нуждается ли тот или иной человек в каждый конкретный момент своего бытия, религиозного или общественного, в помощнике или в каком-то вообще социальном контексте. И, ну, что про отцы книги бытия, если мы уже берем поколение того же самого Авраама, да, они как-то оказывались соседями прекрасных развитых цивилизаций, но вместо этого почему-то предпочитали вот такое вот странствование со своими прекрасными стадами. Пусть это не отшельничество, пусть это не уединение, но это тоже в каком-то смысле доншифтинг. Да, в случае с Авраамом человек совершает доншифтинг, потому что идет из развитой цивилизации, вслед за своим отцом, повторяет вот этот путь. Сперва, ну, сердце земледельческой культуры в Харан, а потом оттуда, ну, все-таки практически в пустыню, по тогдашним представлениям. А вот, одессунуй меня, Владыка Игорь, вы же тоже сделали небольшой доншифтинг, потому что были в Москве, так было удобно. А теперь Павловский Посад. Вообще-то это по приговору советского суда туда отправляли за сотый километр. Это, кстати, чувствуется там еще до сих пор? Слава Богу, дистанция между Павловским Посадом и Москвой чувствуется. Нет, там еще вот остатки сынных. Учитывая, что я сибиряк, имеющий прямые корни, восходящие к каторжанам, это просто со мной идет всю жизнь. Куда бы я ни приехал, там обязательно бывшие места ссылки. Я бы для себя разделил, вот, все-таки, два дауншифтинга. У нас на кафедре был прекрасный профессор, китаист, который каждое выступление... Кафедрит? Политология. Который каждое свое выступление начинал словами «Есть Китай и Китай». Да, все-таки есть дауншифтинг и дауншифтинг. Тот дауншифтинг в контексте передачи сегодняшней, с которым я встречался в жизни, а мне повезло, живя в Сибири, на севере, встречаться много и жить даже вместе со старообрядцами, бурятии, семейскими, как их называют, те, кого Российская империя, догнав, в Польшу и отправила, в Сибирь. Встречаться со старообрядцами, живущими на берегу Ледовитого океана. Там другие беспоповцы, которые переняли местный образ жизни, язык, оставаясь русскими, и, лучше говоря, на якутском, чем на русском. Во время пребывания неоднократно в Соединенных Штатах встречаться с самишами и иметь с ними возможность обсуждения этих вопросов. Ну, а добавить к этому, что я сам лютеранин, а по рождению сибиряк и таежник, то большинство видов дауншифтинга мной были испробованы лично. И все те виды вот этого дауншифтинга первого, с которыми я встречался, имеют в своей основе, конечно же, религиозные мотивы, религиозное побуждение. Это не отказ от конкуренции, не отказ от участия в социуме. Это предложение иной модели и иных правил жизни, которые человек считает более правильными. По всем, я могу чуть-чуть ошибиться в цифрах, но, насколько я помню, университетский курс социологии 90% людей это то, что называется средний человек, 10 имеют отклонения, 5 с плюсом, 5 с минусом. Так вот я религиозный, ну, 5 с минусом это преступное сообщество, чиновники и так далее, 5 с плюсом это писатели, видимо, шахматисты. Вот, я бы религиозный дауншифтинг вот отнес как раз к вот этим 5 с плюсом процентов. И есть тот дауншифтинг, который стал модным в последнее время, когда человек, сдав квартиру в Южном Бутове, едет в Индию и наслаждается там всеми благами цивилизации и океана. Так это... Я прошу прощения, а какие там блага цивилизации в Гоа, кроме кривета, колонгустов? Ну, собственно, кондиционер, быстрый интернет и машина. Собственно, что еще надо на берегу океана? Это вся цивилизация как раз концентрирована. А зачем на берегу океана машина? Ну, наверное, мы же все-таки... Русские люди за водкой ездили. Мы уж если дауншифтинг, то дауншифтинг. В Инди водка? Там все есть, отец Яков. Хорошо. Судя по рассказам. Поэтому, как мне кажется, вот мы можем говорить, если говорить о социальном протесте, то это как раз второй дауншифтинг. А вот если мы говорим о первом, то, конечно, в его основе религиозная основа. Это модель устройства мира, которая в моей религии представляется такой. Это обязательно некоторое расстояние от социума. Ну, вспоминается... Живущего по другим правилам, конечно. По другим правилам. Старобрядцы, вы сказали. К ним приходит этнолог, все нормально, поговорили, записали. Только вот чашку, из которой он пил, потом выкидывают. Но это означает не другие правила. Это означает, что они ушли от нечистоты, которая связана с отступлением от религиозных норм. В том числе, очевидно. Это многофакторное явление, безусловно. И религиозное сознание, оно включает в себя и обрядовые требования. Конечно. Ну, это не просто обрядовые требования. Это агрессивное обрядовое требование. Значит, в таком дауншифтинге силен элемент агрессии. То есть такой дауншифтинг нам не нужен? Я не знаю, почему. Нет. Во-первых, перед глазами все равно слова спасителя. Вы не от мира сего. Так что, куда же я просто спрашиваю. Я всего лишь хочу концентрированно выразить свою мысль. Что дауншифтинг в том понимании нашем, о котором мы говорим, построить церковь в лесу, деревня, спастись, Бог, в основе этого религия. Это деятельный дауншифтинг. Бездеятельный дауншифтинг – это социальный протест. Сдам квартиру и буду жить на деньги, которые получают ее аренды. Это два разных вида, которые, как мне кажется, соединить вместе как-то невозможно. Понимаете, но тут все равно есть какие-то очевидным образом подвиды. Потому что человек, который родился в этой общине, будь то старообрядческой, будь то общине амишей, он не то чтобы сознательно делает какой-то выбор. Он, конечно, может его сделать, выйдя очевидным образом за пределы этой самой общины и уйдя в тот самый мир. Но если он, так сказать, с молоком матери впитывает эти установления, можем ли мы говорить о том, что он сознательно, как, не знаю, как отцы египтского монашества, убегает от мира? И с другой стороны, является ли поступок человека, который продает московскую квартиру и уезжает в Азию, обязательно протест? Вот отдохнуть человек решил. Лет на сорок. Ну, кто на сорок, кто на пять лет, это же все. Да, вспоминается Баканон, которого изобрел Курт Ваннигут. И Баканон говорил, каждый человек может сделать перерыв, дауншифтинг, но ни один человек не может сказать, когда этот перерыв кончится. И я бы еще говорил о том, что, может быть, добавил в эту систему религиозный дуншифтинг против такого уж совсем эскапистского, эгоистического, если хотите, дуншифтинга, да, добавил бы туда еще и третью компоненту, когда человек делает этот шаг, отграничивая себя от общества, или хотя бы заявляет об этом намерении, о таком своем умонастроении, руководствуясь не просто какими-то настроениями, вот надоело мне все, поеду к теплому морю, но и с другой стороны, не такими уж прямо совсем пламенными, огненными, остро воспринятыми словами Спасителя в отвержении приятия на себя Креста Спасителю, да, а делает это из соображения, что он в каком-то абстрактно-гуманистическом смысле хочет стать лучше, отдалившись от этой проклятой цивилизации. Ведь так тоже бывает. И это тоже очень старая традиция, восходящая к просвещению. То есть Агафья Лыкова начиталась Руссо, в каком-то смысле. Агафья Лыковна тоже является, знаете ли, частью... Модерна. Да, модерна. Точно так же, как и Руссо. А у просветителей есть компоненты, которые восходят в свою очередь гуманистам итальянским. А у гуманистов есть, в свою очередь, тоже довольно значимое содержание, которое восходит кримским писателям, которые описывали, как хорошо жить в сельской местности, вдали от этой всей растленной жизни. И, между прочим, и в средневековой литературе, в христианской литературе, когда говорится о благе человека, оставившего мир, говорится при этом с применением того самого категориального аппарата, который был у этих языческих писателей. Мне вспоминается ровесник и современник спасителя, только прожил лет на 30 дольше, потом все-таки покончил с собой, Луций Сенека, самый богатый человек Римской империи, который как раз проповедовал, что вот, ну что время... Стоицизм, да. Да, поскольку у него было латифундий, как у спасителя учеников, вот, то он любил проводить время жарко, вонище, клоака, в буквальном смысле слова, вот, и он там под сенью струй груш и оливок предавался эпикурейству и стоицизму. Только спаситель, когда он говорил, что бегите из города, он имел в виду, он говорил об этом, бегите, когда вы увидите время разрушения. Есть Иерусалим, есть храм, идите в Иерусалим, идите в храм, и он шел. А вот когда вы увидите римское войско, осаждающее Иерусалим, тогда цигель-цигель, в горы, в горы. Но, в принципе, Иерусалим – святое место, святой город, центр. Тут прямо противоположность тогда мотивации – это ухода. Значит, есть уход от города как место нечистоты, а есть уход от города как от места, где собирается поселиться нечистота. И старобрядческий уход, он такой. И я боюсь, что в сегодняшней России преобладает вот этот мотив, что Москва – новый Вейлон. Но это само по себе, в конце концов, нормально. Беспокоит другое. Это варваризация, опущение и упрощение, уплощение всего социума. Деградация культурная, когда вместо сложности цветущей, как говорил Константин Леонтьев, вот что-нибудь ему бы попроще бы. То есть говорить словами каждой не больше шести букв, и чтобы во фразе было не больше десяти слов, а фраз было четыре, и умещались в двести слов. И все. Упрощение, безумное упрощение. Для этого не обязательно уезжать из Москвы. Просто вот поверить, что блаженный Матронушка – это наше все, недостаточно. Да, доуншифтером можно стать никуда не выезжая. Из Москвы, собственно, мы их наблюдаем кучу на Курском вокзале, у каждого перрона. Вы имеете в виду кондукторов? Ну, я имею в виду, как сейчас говорят, не лиц с пониженной социальной ответственностью, это другая категория. Бомжей? Да, да, да. Нет, ну вот, потому что, вот понимаете, отец Яков, как мне кажется, попытка рационального объяснения и отрицания религиозного мотива, она приводит нас к тому, что мы в доуншифтеры уже включаем, давайте Диоклетиана туда включим, который сказал, да я такую капусту вырастил, я, конечно, не поеду. Почем? Не, 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 а я вот все-таки хочу разграничение провести, да, прежде чем объединяться, давайте решительно размежуемся. Так вот, все-таки доуншифтинг первый, в основе которого лежит религиозное сознание, он очевидно связан с определенной аскезой. Это плата за право предложить обществу свой сценарий, свои правила. Доуншифтинг второй не несет в себе никакой аскетической нагрузки. Переехать из Бутова в Гоа, знаете ли, это улучшит свои жилищные условия и так далее. Поэтому я еще раз говорю, что здесь разграничение, я, ну, я в других местах был, могу судить о том, что как там, слава богу. Так вот, вот первое явление, как религиозное, мы рационально объяснить не можем, это продукт религиозного сознания. Второй вид, да, мы можем рационально объяснить, как социальное явление. Но, на мой взгляд, очевидно, что между тем и тем, даже не пропасть, это принципиально разные явления, социального и религиозного характера. И пытаясь их объединить, мы только запутаемся. Нет, давайте разделять. А можно я тогда, совсем уж тогда, как адвокат Сатаны, спрошу, вот вы упомянули гуманистов, но ведь с точки зрения многих историков, римокатолических, но и не только, и с моей точки зрения, прямо скажу, противоположен не протестантизм и католичество, а и размортердамский, лютеру и борджа, и всем прочим одновременно. Потому что лютеранский проект, как и проект католической реформации, вот Белармин, кардинал, и все, что с ним связано, это ведь упрощение. Это упрощение в сравнении с гуманизмом, и разумом, Петраркой, и всеми деятелями 14-15 веков, и создание внутри современной, модерной, европейской цивилизации вы, владыка, не амиш, но все равно, как лютеранский епископ, вот между вами и... Знаете, я еще молодой дом. А что, амиш, а кто впереди? Ага. Но видите, все равно, с точки зрения современного человека, вот вы, как верующий, как лютеранин, ну, это библейский буквализм, это кальвинизм, то есть я понимаю, что у вас там бард крупноцветущий, есть великие авторы, но гуманизмы, это все-таки магистральные линии, а мы с вами, с точки зрения гуманизма европейского и мирового, мы с вами, как Остап Бендер, Господняковским и Балагановым на обочине истории. Отец Яков, ну, если сравнивать современную философию с Платоном, то понятно, что он еще все написал, Аристотель, и так далее. Но мне кажется, что вот это все-таки опять попытка объединить два вида дауншифтинга через объяснение его единым механизмом упрощения, да, поиск упрощения там и там. религиозный дауншифтинг это не упрощение, это усложнение, это принятие на себя огромной ответственности, во-первых, и исключение из социума это усложнение своих отношений с ним, а не упрощение. Оставаться в социуме на общих правилах проще, чем выйдя из него предлагать социуму свои. Поэтому мне трудно судить о гуманистических идеях, я недостаточно подготовлен в творчестве великих гуманистов, чтобы глубоко о них рассуждать. Видите, какой вы доншифтинг совершили? Про Китай знаете, а про Иранзма не знаете. Но лютеранство ни в коем случае не упрощение католичества. Абсолютно. Оно, как и протестантизм в его широком аспекте, я исключаю из него не о протестантизме, а говоря о протестантизме вот начала 16 века там и последующие еще 200 лет. Это далеко не упрощение религии, отец Яков. Это усложнение характера взаимоотношений с человеком с Богом, когда ты принимаешь на себя личную ответственность за отношения с Богом. Это далеко не упрощение того, когда за тебя все решено и есть посредники, а ты играешь в церкви лишь пассивную роль. Это усложнение, безусловно. И доуншифтинг в то же время. Я безусловно с этим соглашусь. Более того, вопрос о том, можем ли мы противоставлять друг другу и разума, и лютера, как черное и белое, это тоже... Нет, нет, скорее как красное и огуречное. Или красное и жидкое. Вот в этом ты все и делаешь. В этом ты все и делаешь. Нет, ну, во-первых, мы прекрасные... Нет, я могу дать совершенно четкий пример. Кстати, я должен вступиться за неопротестантов. Я прошу прощения, потому что, видите, для вас неопротестанты дауншифтинг, а для неопротестантов кальвинисты, вот люди, у которых все слишком зажаты и которые не дают развиться инициативе. Неопротестантов замечательное явление, живое. Я в том ключе сказал, может, я некорректно выразился, что я недостаточно хорошо знаю это явление, чтобы о нем рассуждать квалифицированно. Поэтому я сказал, я могу говорить о той реформации, за исключением этого я недостаточно хорошо ее знаю. более простую вещь. Вот есть и разум, и разум, как и разум, переводчик священного писания, и лютер, переводчик священного писания, но и разум, переводчик научный, лютер религиозный, и разум создает европейскую библиистику, европейскую научную критику библии, а лютер создает букв, ну, квалифицированный, но все-таки буквализм. лютер создает немецкую литературу. Да, это очень прекрасно. Вот, великолепные песни, великолепные гимны, но тем не менее, можно быть лютеранином, и римокатоликом, и православным, интеллектуально быть в доуншифтинге, потому что библию читают буквально. Вот вы неудачно выбрали пример. Представьте, лютер в католической церкви, рядовой монах, который моет полы, живет в проголодь, и собирает себе пропитание подаянием. Да, после доуншифтинга он владелец черного замка, огромного хозяйства, полуважаемый князьями, живущего во дворце, но такой доуншифтинг, я думаю, каждый с удовольствием совершил бы. И, кстати, говорят, друг очень многих гуманистов. Друг, воспитатель, вдохновитель. Ну, это такая дружба. Не тот субъект, что для примера. Ну, какая дружба? Ну, в том числе и, знаете ли, ну, интеллектуаловый уровень того же самого мюанхтона все-таки это редкая интеллектуальная единица. Ну, это дружба, я бы сказал, такая с оговорками, потому что вот серветы сожгли, и все понимают, что чуть-чуть по-другому фишка ляжет. Это не Лютер. Это вообще испанский инквизицы. Мне кальвинисты объясняли, что мы, собственно, не мы сожгли серветы, мы только вот там в Испании его осудили, а в Женеве выполняли приговор. Это разве не это лукавство? Ну, вот опять-таки, как есть Китай и Китай, есть исторический, по крайней мере, протестантизм, 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 и еще много-много протестантизма. Чудно. Это римокатолики салемских ведьм сжигали? Нет. Ваши, владыка Игорь Бунистович. А я их не оправдываю. Да, но является ли... Вы не оправдываете салемских ведьм? Вы считаете, что и салемских ведьм? Тех и другие. Я осуждаю тех и другие. Конечно, не очень нравственно говорить о напрямую именно таких категориях, но тут, понимаете, можно поставить вопрос, является ли сожжение салемских ведьм именно проявлением некого упрощения? Или, наоборот, ну, какого-то такого... Ах ты, матушки, как интересно. А вот я помню, в 1644-м, кажется, в благословенной же, опять-таки, пуританской колонии одну даму сожгли за то, что она смела читать Библию, потому что, конечно, Лютер, за чтение Библии, но мужчинами... Ты-то куда лезешь? Что сказано в Священном Писании? Не называйте друг друга отцами. И у меня прямо коллекция людей, которые мне это цитируют. Что этого, отец Яков? У меня еще больше. Видите? Это далше. У нас каждый второй говорит, ну, как же, отцом разве можно называть? Да. А для гуманиста это не проблема, он знает условность языка. И вот это вот сползание в буквализм, это же варваризация. Отец Яков... И до реформации это прекрасно существовало временами, и прекрасно всплывало. Но отцами как-то называли и не чесались. Они отцами все-таки называли и не смущались. Назвали. Мне кажется, мы заезжаем уже в смежную область с сектанства, дауншифтинг. Мы так далеко уедем, потому что... Сектанства не существует, я напоминаю всем. Ну, я так упрощенно, дауншифтизируя тему. Во все времена есть люди, которые пытаются, взяв из Библии одну строчку, основать на ней целую религиозную конструкцию. Они были до Христа, после него, и будут после нас с вами. Но все-таки... Я надеюсь, что мы все-таки этой программе положим конец этой фондации. Я бы, как говорится, тоже положил определенные пределы. Все-таки, если мы обсуждаем религиозные и социальные явления, то мы не можем брать в качестве примера, ну, какую-то, как сказать, не радикализм, да, а, ну, может быть, некоторую... Маргинализм? Да, да. Вот маргинализм и доутшифтинг. Все-таки, мне кажется, это другие вещи. Всегда, в любое время найдется человек, который скажет, вот, я Библию открыл, вы все неправы, прав я, потому что тут вот написано, вы все спасены. Что ходить в эту церковь? Что вы там поете? Что вы там пляшете? Крестов на... Все, спасены уже, и ничего не надо делать. Когда я ему говорю, что Библия, это такая толстая книжка, там еще много чего написано, а вы ничего не понимаете. Это не доутшифтинг. Это другое явление все-таки, как мне кажется. другое являетесь. Ну, а вот является ли дауншифтинг, я взял слово, потому что оно сейчас больше понятно, чем эскапизм или упрощение, но ведь большинство, я думаю, около церковных людей, это не старобрядцы, не амиши. Кроме этих людей существует еще больший класс, причем он не бежит из города, он вокруг нас, как соль и дрожжи. Это люди, которые говорят, что в церкви все сгнило, все, ребята, все не так. Хоть протестанты, хоть православные, хоть католики. Я живу дома, я вспоминаю Христа, я верую в воскресенье. Все обряды при этом избыточны. Это дела давно минувших дней, когда религия была коллективным делом, а Господь призвал единицу. И вроде бы похоже на христианский персонализм, как его рисовал Бердяев. Но Бердяев-то в церковь ходил, и в колесном ходе с фонарем стоял. Да, Лев Толстой не ходил. В юности ходил. Вот, но Лев Толстой из дома ушел. Всю жизнь хотел уйти и ушел. Это не не Дан Шиптин. Вот я говорю, что мы такую фигуру пропустили, которая как раз для нас вот явление, да, взял, Евангелие ножницами вырезал лишнее, склеил, сказал, вот это правильно. И усложнил свои отношения с социумом настолько, что до сих пор не можем разобраться. Отлучали правильно, неправильно? Во-первых, не отлучали, во-вторых, неправильно. Я имею в виду, констатировали факт отпадения от церкви. Да ничего не отпадал, он там никогда не был. Не надо записывать церковь посторонних людей. В этом смысле, извините меня, вот с точки зрения вас, литеран, Константинов Эдикт и превращение христианства в общеобязательную государственную средневековую религию, это ведь тоже дауншифтинг? Это замена живого христианства мертвящим насилием. На первых порах нет. В смысле? Даже в конце четвертого века запретили быть язычником. А где запрет, там кончается культура. С другой стороны, это прививка, собственно говоря, вот этой вот оливковой ветви истинной веры к этому одрехлевшему дереву империи. И в то же время это, слушайте, это же часть нашего гемографического наследия. Представление о том, что Августу и Надяшину и единоначальству еще на земле многовластия человеков упразднисья и так далее. То, что именно благодаря этой имперской инфраструктуре, которая когда-то была репрессивной, которая когда-то использовалась для того, чтобы атаковать христианские общины, стал возможен в том числе и интеллектуальный расцвет, стали возможны в том числе и Вселенские соборы. Конечно, мы никогда и ни за что не стоим утверждать, что одно только существование государственной почты Римской империи помогло проявиться догматике первых соборов, но тем не менее мы имеем то, что имеем. И без тех возможностей, которые предоставила церкви этот режим максимального благоприятствования, который потом принес настолько неудачные плоды, того, что мы имеем, бы не случилось. Это интересный поворот темы, потому что тогда мы поворачиваемся в будущее. То есть, если мы вводим запреты на иностранных миссионеров, ограничиваем права инославных и так далее, то это прогрессивный путь. Наверное, для эпохи Константина да. А какая разница-то? Разница большая, мы живем в другом совершенно обществе. Во всем другое. Но сравните правовую систему Римской империи. Была ли Римская империя правовым государством? Да. А что, современная Россия разве правовое государство? Отец Яков, вы нас в политику утягиваете. Давайте останемся, сохраним дистанцию. Вот, матушки родные, это вы на предтече скажите. Ему это Ирод говорил, что ты тянешь в политику и в секс. женился, развелся. Тоже, кстати, вот фигуры доуншифтинга. Ирод? Ирод Я имею в виду. Ирод покинул Иерусалим, построил себе Родион, отдельный дворец. Вот он тоже доуншифтинг. Как, царь Иван Васильевич Грозный в Александрово слабану. Ну, Идиок Летян мы уже тоже помянули, да. Идиок Летян. Набор фигур, конечно, впечатляющий в отношении этого. Я это к чему говорю? Поймите меня тоже правильно. Потому что иудаизм, ну, собственно, наши старшие братья, как говорится, у них не было государственности, у них не было императора Константина, не было возможности использовать римскую государственную почту. В сухом остатке на сегодняшний день мы что, сильно впереди? Мы, скорее, сильно позади, потому что мы замараны инквизицией, крестовыми походами, висят как кандалы на ногах, набуты. А у нас государственность. А у нас государственность и теплые воспоминания, как нас бесплатно возили в Константинополь. Вот радость. Отец Яков стою на православной точки зрения, считая, что иудаизм моложе христианства на 70 лет. А мы, если говорим о религии Ветхого Завета, то да, старшие братья. Иудаизм я не готов признавать моим старшим братом. Я, в моем религиозном понимании, эта конструкция возникла после разрушения храма. Поэтому мне вот вряд ли... А христианство когда возникло? Одновременно, во время земной жизни спасителя. Ну и чуть попозже после этого, но явно до 70-го года. Да разве? Оно было одним из многих разрушений иудаизма. поспорить об этом, а я вот не согласен. Тем не менее, тем не менее, все-таки, если мы говорим... Вот очень хороший вопрос, я задумался просто, даже немножечко потерял мысль, использование инфраструктуры и государства, вот, насколько это важно, христианство, являясь если мы это признаем религиозным дауншифтингом, прекрасно использовала инфраструктуру Римской империи для своего продвижения. Сегодняшний вот религиозный дауншифтинг отказывается практически от него? Где вы найдете там старообрядческие, ну, сайты там или там почитаете на русском языке про Амиши? Я для себя, да, вот я не знаю... Старообрядческих сайтов много. Ну, вот таких вот, чтобы прямо увлечься, да, я просто не знаю, не видел. Я поэтому знаю. Это зависит, семейский я видел роскошно, сделал. Мне просто интересно стало действительно сегодня это... Я не сомневаюсь, что есть действительно общины, которые принципиально обзум не то, что интернетом, а компьютером не пользуются. вот Алексей Владимирович Муравьев, он же все-таки старообрядец. Мне просто интересно стало вот это взаимно... Совершенно элитная инфраструктура и религиозная это он все... Нет, понимаете, ну, давайте все-таки констатируем, что человек, в принципе, имеет право, безусловно, имеет право на... даже на то, чтобы ножницами Библию порезать и состряпать какое-то свое собственное убеждение, и это, безусловно, будет упрощение. И даже если он с этим самым упрощением в руках на базарной площади перевернет ящик, встанет на него и будет проповедовать, он тоже имеет на это абсолютно полное моральное право. Проблема начинается в тот момент, когда вот с этими словами упрощение, опрощение обращается к массам тот, кто власть имеет. Не говорит, как власть имеющий, а это вот реально имеет власть. Но это вы цитируете повесть временных лет о князе Владимире. Благочестие его со властью сопряжено. Понимаете, я не уверен, что он упрощал вот в чем вся история. Но доуншифтинг князя Владимира вел вверх, так же, как доуншифтинг Константина. Они толкали общество вверх. От язычества, от разобщенности. Все-таки, если мы говорим в смысле упрощения и религиозных мотивов. Вы давно читали Анатолий Франц? Ну, одет Яков. А остров пингвинов после визита святейшего патриарха надо было бы перечитать каждому верующему человеку. Каюсь, грешен, исправлен. Я так к чему говорю? Во-первых, с точки зрения гуманистов и с точки зрения очень многих современных европейских людей был дауншифтингом, был крушением. Но это путь вверх. Это не доказано. Право совершено. Извините меня, это был конец античности, начало темных веков. Я понимаю, но право, гуманизм и все прочее это вышло из христианства. Оно же не появилось помимо него откуда-то. Вы понимаете, из язычества вряд ли бы выросло в современном виде. Как христианинам мне эта идея нравится. Но как историк я должен сказать, что она недоказуема. Потому что мы знаем одно, но гуманисты о себе говорили, что мы модерны, мы новые, мы современные. И мы апеллируем к Цицерону, мы не апеллируем к блаженному Августину. Они актуализируют его в современность, безусловно. Они отвергали темные века. Именно потому, что те темные замкнутые в себе. Понимаете, концепт темных веков он все-таки в достаточной степени вокализован. Мы не можем распространять это понятие на византийские территории. Во-вторых, все равно, если приглядеться, то мы увидим на этом хронологическом пространстве темных веков, которое возникло в этой континулной европейской истории. На руинах античности. Эти суммы развалили они. Нет. Ну, по крайней мере, это не наступило сразу же после того, как Константин и... Через 70 лет. По историческим меркам. Ну, почти сразу. Ну, храм Гроба Господня снесли храм Венеры. И на его месте ставят храм Гроба Господня. Так что развалили. Мы же этим гордимся в житиях святых. О, владыка, епископ пошел и разрушил 20 храмов. О, аллилуйя! Чему гордиться? Ну, послушайте, темные века — это не факт бунта отдельных христиан или отдельных общин против языческого культа в том или ином виде. Да, это все-таки совершенно какая-то отдельная история, связанная с существованием Барбовских королевств и так далее, и так далее. С уже более-менее сложившейся, прижившейся институциональной структурой. Я думаю, что варвары никогда бы не варваризировали Римскую империю, если бы Римская империя перед пришествием варваров не была бы к этому готова. А готовность проявлялась в нарастании агрессии по отношению к другому, внутри себя. То есть, та унификация, которую заводил Константин и Феодосий, она и сделала римлян, в широком смысле, уязвимым перед варварами. Потому что варвары несли то, что в Риме уже было. Вы понимаете, это как с современными войнами России, которые отгрызают куски только у тех стран, которые больны, как шакалы. И больны российскими болезнями и национализм, и коррупцией, и всякие прочие неприятные явления. Я это к чему говорю? Индуизм, буддизм, религии, которые не имели таких козырей, как император Константин или князь Владимир, но на сегодняшний день они чувствуют себя, в общем, ну, как минимум, не хуже, чем христианство. Находясь в совершенно иных цивилизационных условиях. Да, ну, просто разговор про конец Римской империи, это уж очень публицистическая линия речи. И она очень часто, когда дело доходит, именно разговор в таком публицистическом регистре, она уводит совершенно не туда. Ну, точно так же, ни за что не придерживаясь этой позиции, но я могу вам возразить, тем не менее, что вот Римская империя, потому, собственно говоря, и погибла, что все язычество в ней прогнило, что нравы были отвратительные. Отвратительные. Почему бы в это верить? Ну, понимаете, ну, это не, сложно серьезно разговаривать на таком. Хорошо, давайте так, варваризация в современной России, она ведь обычно принимает форму все-таки православные, как вот вся истерика вокруг там нехороших кино. Ну, я думаю, она в первую очередь носит советский характер. Да. А у православных где-то там на обочине и очень мало. Это в чистом виде ренессанс коммунизма его абсолютно коммунистическим отношением к религии. Мы сейчас наблюдаем реализацию уже за последние 17 лет. Мы дошли до того предела, когда уже отношения становятся чисто коммунистическим. С той только разницей, что сейчас церковь официально признана полезной. Ну, собственно говоря, тут субстратом может быть православие, может быть ислам. вполне понятен. Абсолютно. И то, и другое, да. Это будет упрощенный православие, упрощенный ислам, я так понимаю. Упрощенный? Нет, ну, как сказать. Если человек переехать на асфальтовый катком, он не будет упрощенный. Скажите нам... Ислам, по которому проехал Кадыров, это не упрощенный ислам, это раздавленный ислам. Вот вы мне объясните вот... Двумерный. Просто вашу оценку как эксперта. Сегодняшнее православие насколько упрощено в отношении православия Российской империи 1917 года. Что упростилось? Ну, вот я как-то мне трудно сказать, что, вы знаете, вот там было вот это посложнее, а тут вот это вот попроще. Я вам скажу... Мне кажется... О, нет, здесь я как историк, я не бывший перд, я настоящий перд. Я вам скажу, на лето, на весну и лето 1917 года, конечно, большинство русских православных были настроены достаточно консервативно. Это показал поместный собор, на котором единственным выходом из кризиса видели создание патриаршества, то есть появление в церкви Сталина, диктатора, самодержца. Это варварское, примитивное, нет? Не знаю, мне кажется, что появление фигуры патриарха рассматривалось не как призвание диктатора, не как синтез консус. А учитывая лично, то, как это говорилось на соборе, это то, что как-то повезло. Окончательного разрыва с этими императорскими позорными традициями. Нет, 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 нет. Тут я довольно ответственно скажу, что все-таки февральская революция, она не вызывала такой реакции. Это вот ровно после октябрьского переворота. И там открыто с трибуны собора говорили, что в этой ситуации, после большевистского переворота, нам нужен тот, кто сплотит вокруг себя церковь. Хорошо. А отчего же тогда повномочия патриарха были на такой степени ограничены? Потому что православие-то как раз и было довольно сложным и довольно европейским. Это было петербургское православие, которое спокойно ходило поговорить с мусульманином и так далее. Это имперское православие, как имперское католичество. Это на самом деле очень культурное явление. В России тогда при том же примерно население насчитывалось, я думаю, не меньше двух-трех тысяч либеральных священников. Сейчас их в России, я думаю, не больше пяти-семи человек. Могу всех назвать поименом, но зачем они будут подставлять людей? Тем более, что один из них у нас в студии. Я не в счет, я прах земной. Тогда да, тогда современная варваризация носит явно антирелигиозный характер, а уж никак не религиозный. учитывая отношение нынешней варваризации, например, к инославным церквям, да по отношению к титульной церкви, как правило, к господствующей, доминирующей церкви, мягко говоря, я вот не наблюдаю в последние годы как раз какого-то массированного ресурса поддержки со стороны государства, а как раз вижу, как ее права и прочее начинают существенно ограничиваться. И она усилиями государства выводится, как мне кажется, как политологу, может быть, в прошлом уже политологу, она выдвигается в некое гетто из вот такого глобального процесса, в некое гетто, где у него есть своя функция. А это антирелигиозный характер варваризации. Ну, в этом смысле и русская церковь накануне революции была, как известно, ведомство православного исповедания, и это тоже было гетто. Разница огромная, потому что очередь к песочку Блаженной Матронушки до революции, ну, конечно, бывало. Знаменитый чумной бунт, когда растерзали архиерея запретившего нечто подобное, но это было маргинальное явление. Сейчас то, что было маргинальным, становится центральным. Ну, а вот Шмелев там, это лето господнее, все это не передает атмосферу тех лет? А по-вашему, это не дауншифтинг, то, что описывает Шмелев, и то, как он описывает? Нет, ну, все-таки Шмелев описывает, ну, такую уже сложившуюся, культивирующуюся на протяжении столетий ситуацию привычного поклонения одним и тем же святыням. Это такая патриархальная, окостеневшая, да, но в то же самое время в этой окостенелости уютная ситуация. То, что мы имеем сейчас привозы, реликвий, ничего совершенно никогда нет. Но это же варбаризация. Что является, ну, понимаете, с одной стороны варбаризация, с другой стороны, может быть, это какая-то глобализация. Модерная и постмодерная. Попробуй в 17-м году поиск Богородица. Вы добрые люди, вы пытаетесь найти какой-то смысл, что в будущем появится? В чем смысла нет? В чем смысла нет? Если у нас существуют колени, кто-то на них должен сидеть. Под вашей фразой какими руками. Ну, конечно, могут молекулы в стакане вдруг собраться и все взмыть вверх. Но как-то этого до сих пор не происходило. Нет, я-то говорю не о том, что нынешняя ситуация, она являет какие-то прямо ощутимые признаки, ощутимые основания для оптимизма. Я говорю скорее о том, что это варбаризация не в виде буквального отката к ситуации до 17-го года, потому что интеллектуальный потенциал он, конечно, совершенно не такой, как в 17-го. очень большой. То есть сейчас ниже, вы считаете? В десятки раз. Это заново сконструированная такая вот немножко реконструкторская причудливая, странная искусственная ситуация. О, если бы произнесло целого реконструкции. А вот если человек не ходит к песочку Блаженной Матроны, а ударяется, ну, начинает изучать викторианскую Англию, становится там сперва англикальным, потом римокатоликом, таким старокатоликом. Ведь эта реконструкция, она поглощает огромное количество сил, люди эрудированы так, что ой-ой-ой. Есть такие, да. Но ведь это тоже дауншифтинг с христианской точки зрения. Это тщательно изготовленная овечьей шкуры, но изготовленная из, ну, как вот в больницах развлекаются, режут катетерные трубочки и лезут из них рыбок. Да. Но тогда, понимаете, под конец мы должны все-таки задаться вопросом, что такое в таком случае апшифтинг с христианской точки зрения. У нас есть целый архиарей, чтобы на это ответить. Я думаю, что вот то явление в первом приложении, о котором я говорил, дауншифтинг, с религиозной, с христианской точки зрения, это все-таки путь к подъему. Это деятельное состояние, когда человек что-то делает. Строит ли он часовню глубоко в тайге, спасает ли кого-то и так далее. То есть, это некое действие, толкающие его вверх и попытка тянуть социум вверх, предлагая ему альтернативный путь. То понимание дауншифтинга, которое сейчас в глянцевых журналах преподносится, это путь вниз. Это отказ от конкуренции, это отказ что-либо делать, это лежать на песке и греть на солнце пузо. Я еще раз просто возвращаюсь к твоей мысли, хочу сказать, что дауншифтинг в первом понимании имеет под собой религиозную основу и он тащит общество куда-то, я надеюсь, что вверх. Второе, ну оно в лучшем случае имеет нулевой потенциал, не опуская общество, но и не поднимая. И с этой точки зрения Толстой, конечно, дауншифтер первой категории. Да, он порезал, он вылез, но он пытался общество толкнуть вверх. В современном понимании, это я не знаю, при советской власти тоже же были люди, которых называли бичи. да, ну какой это был доуншифтинг, человек бросал семью и скрываясь от алиментов где-то там бродил с геологическими партиями. Но это совсем другое. Вот я хочу сказать, что религиозный и социальный контекст этих событий, он совершенно разный. Поэтому это явление нужно категорически разделить, чтобы понять его суть и изучить. А теперь ваш черед отвечать на ваш же вопрос. Обшифтинг. Я бы, если возможно, предположил, что та умозрительная ситуация человека, который реконструирует поведение человека в векторианской эпохи, да, она может быть для человека опасной, может быть залогом того, что его духовное развитие оказывается под угрозой. Но тут очень многое, я настаиваю на этом, зависит от индивидуального человеческого устроения. И мне кажется, что дауншифтинг, сознательное отделение себя от социума обшифтинг не является залогом абсолютно правильной и закономерной, законосообразной и плодоносной духовной жизни. Спасибо. Говорил Сергей Владимирович Ходнев, историк, второй наш гость сегодня в студии, владыка Игорь Князев, лютеранский епископ. Я уж тогда себе позволю слово обшифтинг вернуть, перевести на русский язык, это все-таки вознесение. И смысл вознесения в том, что чем выше в горы, тем лучше видны люди, которые в обычной жизни для тебя как бы не существуют. Поднимаясь вверх, ты видишь больше. Поднимаясь на уровень Царства Божия, ты видишь все человечество. И в этом смысле путь христианина это путь вверх, к Богу, но от Бога ко всем людям. Вы слушали Радио Свобода программу «С христианской точки зрения» вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова